Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Другая жизнь с Марина Кью. Канал у меня влоговый ежедневный о нашей жизни в Америке. Радости, заботы, волнения, переживания. Вот сейчас у нас волнение и переживания. Сейчас мы собираемся с моей дочерью Катериной к врачу. Вчера она начала жаловаться на боль в ухе. Мы позвонили, назначили appointment, но так как это не запланировано, мест у них свободных не было, и они сказали, что в критической ситуации вы едете, понятно, в Орджин Кер. И если ситуация терпит, то мы вас тогда ждем завтра. Было уже примерно, сколько было, где-то часа два дня. Я решила, что в принципе нормально. То есть я ей там дала жаропонижающее. В общем, сегодня была у нас всю ночь температура. Сейчас у нее началось буквально... Ну вот сейчас у нас 8.20 утра. В 7 утра мы проводили Никиту и Рому в школу. И ничего не было. А вернулись буквально за 5 минут. У нее появилась какая-то сыпь на щечках. Сейчас покажу. Чуть позже в этом видео озвучу, что же нам сказал врач. Затем посыпала руки. Сейчас начала появляться сыпь на ногах. Вот через 20 минут мы будем уже выезжать. В общем, узнаем. Скажет нам доктор, что же это у нее такое. В общем, за этот месяц, как она начала школу, это у нее уже второй раз поднялась температура и какие-то странные высыпания. Но в первый раз мы поняли, что это было. Это розеола. Все достаточно быстро и легко прошло. Здесь, конечно, у нас уже с Чедом есть сомнения. Тоже Чед у меня сейчас находится по работе в другом штате. Сделали фотографии, отправили. Папа нам незамедлительно позвонил. И говорит, что у него есть предположение, что это ветрянка. Хотя я говорю, у Кати, у Никиты есть прививка. То есть, в общем, не знаю. Не знаю, что это. Есть ли это ветрянка? Я ветрянкой болела. То есть, как бы не переживаю. Чед тоже болел в раннем-раннем детстве. Говорит, что даже не помнит этого, потому что он был очень маленький. Не переживаем. А вот дети наши не болели. И мой Рома тоже не болел. Когда он был маленький, мы там где-то узнавали, что кто-то сказал, что кто-то там заболел ветрянкой. И мы даже приходили в гости, чтобы заболеть. То есть, мы все знаем, что ветрянку лучше перенести в детстве. В общем, не получалось у нас. Не получалось. Поэтому ждем. Я, конечно, очень переживаю, если это все-таки ветрянка. Потому что Рома уже старше. И я знаю, что чем старше, тем тяжелее переносится. И могут остаться, ну, как бы своеобразные такие шрамики. То есть, будем... Дай бог, чтобы это было не это. Но если это это, нужно будет, конечно, подготавливать Рому. Ну и, соответственно, тогда может подхватить и Никитка. Сейчас я вам покажу, как же выглядит Катина сыпь. Катюшек. Катюш, а можешь подойти? Я покажу сыпь твою. Вот здесь. Встань, пожалуйста, возле балкончика. Тебе нажать на паузу? Конечно. Да, Катеринка переживает, чтобы не пропустить никакой важный момент. Ай, ну, иди. Покажись, моя красавица. Да, если вдруг еще кто-то... Если это ветрянка, как мы думаем, да? Если вдруг еще... Я даже не знаю, как она проявляется первая. Да. Ты на улицу хочешь выйти или здесь? Здесь. Здесь, хорошо, да. Я без понятия, как она проявляется. Я понимаю, как она должна выглядеть. Но я не понимаю, это ветрянка, ну, вот на данный момент или нет. Да, вот у Катеринки у нас на щечках. Да, если вдруг у кого-то такая же проблема, не дай бог, случится. Да, вот на ножках это только-только начало появляться. Здесь тоже начинают, да, начинаешь чувствовать. А, нет еще? Нет, вот уже есть. Видишь, уже появилось чуть-чуть. Покажи вот здесь ручки, здесь больше видно. На теле пока нет. Я сперва подумала, что это аллергия. Я вот ей давала жаропонижающие, и чувствую, что температура все равно есть. Да, когда мы увидели первый раз... А, ну, давай вот ручку тоже. Да, вот когда мы отвезли Рому с Никитой, пришли домой, у Кати появилась вот так по одному и на ручке. Я говорю, странно говорю, наверное, тебя укусил комарик. Так, и буквально в течение 20 минут Катя ко мне подходит и показывает, вот, что у нее с рукой. И еще, кстати, на ушке. Вот здесь тоже. И вот именно это ушко у Кати и болит. Да, зайка? Конечно, я сделаю фотографию и покажу тебе. Да. Сейчас уже доктор все нам покажет. Да, можешь посмотреть в зеркало. Да, в общем, детки-детки, вот вам еще один раз, да, почему. Почему многие мамы здесь в Америке не работают, особенно если деток больше, чем один. Сначала заболел один, потом другой, один больничный, затем другой больничный. Нанимать няню вообще не выход. Поэтому вот так вот будем сидеть и лечить деток самостоятельно своих, да. Потому что если у Катеринки то, что мы думаем, то Катеринка будет с мамой какое-то время. А потом, если еще это будет и у Никитки, а потом, если еще и у Ромы, фух, да. На, заходи, да, вон, Сихок хочет зайти. Заходи. Давай, будем собираться. Приехали с Катериной узнавать, узнавать, что же это у нашей Катерины сегодня произошло. Мне вот, кстати, я опубликовала в Инстаграм, у нас там новости выходят вот именно в живом формате, лайв, скажем так. Мне сказали, что это может быть розеола. Ну, по-моему, у нее была розеола, она выглядит по-другому. Ну, не знаю, сейчас узнаем, чего уж тут гадать. Уже здесь. Привет, Сайси. Оп, заходи. Смотри, она уже становится чуть-чуть лучше. Видишь, уже меньше. Видишь, уже меньше. Да, у тебя было. Да, мы покажем доктору, конечно. Да, но видишь, уже вот эта вот опухоль такая спалая, они уже гораздо меньше. Буквально разница тут между видео составила на 20 минут. Да, на ножках уже вообще лучше, да. Не-не-не, мы покажем. Мы поэтому сюда и приехали, да. Так, медсестра уже с нами пообщалась, позадавала вот нам все вопросы, подготовила всю информацию для доктора. Теперь мы, в общем, только ждем доктора, ну и воспользуемся моментом. Покажем, да, покажем. Вот такая вот комнатка у нас. Ух, надо встать. Вот такая вот комнатка у нас. Да, ждем своей очереди, когда же врач уделит нам время. Диагноз нам уже поставлен. Вот, ну полчаса мы, по большому счету, провели в больнице. Сперва немного подождали в приемной, затем нас пригласили в кабинет. В общем, пообщались с медсестрой. Затем доктор пришел, осмотрел Катю и сказал, что у нее явно это не ветрянка. А сказал, что это так себя проявляет вирус. Вирусов очень многое количество, да. Поэтому, в общем, вот так вот он себя показал. И сыпь должна пройти в течение 24 часов. Катя, убери, пожалуйста, пальцы со рта. Я же тебя учу. Видишь, вот это тоже могла быть причиной грязные руки во рту. Тоже могла быть причиной вот такой вот инфекции. Да, я тебе же не зря говорю, что мы так не делаем. Так, что еще? Да, так как мы делали изначально appointment, потому что у Кати были жалобы на ушко, у Кати присутствует ушная инфекция. Поэтому нам выписали антибиотик. И за антибиотиком мы сейчас поедем в нашу аптеку, куда нам высылают всегда. Если нам нужны какие-то препараты, антибиотик, лекарства, мы приезжаем. Да, я вижу сообщение, я сейчас почитаю, это от нашего риэлтора. Это от нашего риэлтора, но это же не от папы. Подожди, Кать. Нет, видишь? Донна, риэлтор, Манхэттен. Видишь? Ты же читать умеешь? Это не доктор. Ладно. Риэлтор, это женщина, которая нам помогала покупать этот дом, где мы сейчас живем. И когда мы будем продавать дом, она нам будет его помогать продавать. Помнишь? Она тебе там угощение тоже как-то привозила. Помнишь? Да, вот это вот. Я не помню, сколько мы платили за антибиотик. Последний раз у Кати ушная инфекция была... Ой, когда нам давали? Где-то в начале этого года я уже... А, вот, вспомнила. В марте. В марте у Кати был годовой осмотр и была обнаружена ушная инфекция. Тоже такая вот особенность, да? То есть за годовой осмотр мы-то не платим, потому что покрывается 100% нашей страховкой раз в год. А если во время этого осмотра... Ой, Белочка! Белочка! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Ай, убежала! Она такая классная только что была сидела... А, вот, видно ее. Сидела с этим... С орехом. А, да, точно, не ореха, а эйга. Да, Катя так обрадовалась, и я тоже так прикольно ее была видна. Да, много здесь, конечно, белого. Убежала, убежала, да. Да, вот такая вот особенность, что годовой покрывается, а если во время годового осмотра была обнаружена какая-то инфекция, какие-то вопросы, да, возникли, то тогда за это будет приходить отдельный счет. Вот нам тогда за этот годовой осмотр, получается, была обнаружена у Кати это ушная инфекция, и нам выставили счет. Мы оплачивали в 700, о, 700, божечки, у страха глаза велики, 70 долларов, там 69 с копейками. А вот полная стоимость была, что это около 300 долларов. Вот страховка покрыла какую-то сумму. Я, кстати, буду дома, я вот найду, мы сохраняем эти чеки об оплате, потому что затем мы предоставляем в конце года и показываем, что мы потратили, ну вот деньги с карты, которые не облагаются налогом. В общем, это, да, учитывая наш тарифный план, да, что мы их потратили именно на лекарства. То есть мы показываем, подтверждаем. Ладно, теперь мы едем пока домой, будем звонить папе, ну и, собственно, будем тогда продолжать наш день. Нет? А что? 9.40. 9.40 уже, да. Так, а за антибиотиком мы с Катей вот сюда приехали. Мы получили уже уведомление, правда, через час, что готово, можно приехать и забрать наш антибиотик сейчас. Да, сейчас мы с Катей узнаем, сколько стоит антибиотик, но там что-то было вообще недорого, не помню, не помню сколько, сейчас скажу сколько. Да? Идем, моя красавица. А ну покажи, зато сыпь уже у ребенка прошла, вообще уже ничего нет, да? Совершенно уже сыпи не видно никакой, как будто ничего и не было. А давай пока пройдемся, покажем, вот уже сыпи вообще нету, совершенно. И личико уже чистое, да? Покажи личико. Да, устал, все, я только чуть-чуть. Да, идем. Здесь прохладно немного в магазине, у Кати даже нет кофточки. Пока Катеринка отдыхает, показываю, взяли мы уже наш антибиотик. И за антибиотик вот мы заплатили лишь 2 доллара и 75 центов. Этого антибиотика нам хватит на 10 дней. Плюс я еще заехала, взяла пробиотики, да, чтобы помочь Катеньке, да, понятно, мы все знаем, что когда мы принимаем антибиотики, нужно покупать пробиотики. Пробиотики, в принципе, в свободном доступе продаются в любых магазинах. Можно взять и йогурты, можно взять и там, где медицинские препараты, просто пробиотики, они такие, как желейные тоже конфетки. Поэтому вот так, самое удивительное, да, что вот эти вот все события у нас произошли буквально в течение двух часов. От того, что ребенок, появилась самая первая сыпь, потом ее полностью всю раскидала, я вам показывала, да, тоже в этом видео. Когда мы приехали, ждали у врача, сыпь уже стухла и стала гораздо меньше. А когда мы приехали забирать наши антибиотики, у нее уже полностью сыпь даже прошла, уже не осталось от следа, и следа, как будто ее просто даже и не было. Вот, ну а так как была температура, в течение 24 часов она просто не имеет права возвращаться в школу. Я позвонила, предупредила, рассказала. То есть у нас сегодня четверг, завтра пятница, еще плюс у Кати будет суббота-воскресенье. И думаю, если все будет хорошо, то в понедельник она уже может пойти в школу. В любом случае, да, надеюсь, что инфекция это не передастся ни мне, ни Никите, ни Роме. Чет приедет в пятницу, то есть надеюсь, что и папу тоже мы не заразим. А в общем вот так. Да, ребят, всем большое спасибо, кто нашел время, присоединился ко мне в этом видео. Всем большое спасибо, кто давал мне советы, рекомендации в инстаграм. Да, вот именно в инстаграм, если у вас есть желание смотреть более, скажем так, все в живом формате, там я выпускаю коротенькие видео время от времени, рилсы, да, сторис. И там вы сможете увидеть, что у нас происходит в данный период времени. Часто получаю сообщения о том, что у меня видео там выходит с опозданием. Я выпускаю видео по мере, скажем так, свободного времени. Вот летом, когда я видео не выпускала, а постоянные подписчики моего канала, да, они на меня подписаны и в инстаграм также, и там, в принципе, более-менее могли видеть, что же у нас тут происходит нового и интересного. Ладно, на сегодня я с вами прощаюсь. Всем еще раз большое спасибо за ваши комментарии, за поддержку. И я на сегодня с вами прощаюсь и увидимся с вами в моих следующих видео. Пока-пока. Смотрите, чем мы пока заняты вот тоже с Катеринкой. Разбираю все их работы, которые мне Катерина и Никита, Ромочкины здесь тоже есть, но Ромочкины уже в папке, так как он мне уже давно не пишет такие замечательные слова, и рисунки мне он уже, конечно, давно не дарит. Да, а вот Катеринка и Никитка дарят. Я их сейчас организую все, по папочкам поскладываю, где Катины работы, где Никитыны. Катя мне, конечно, всегда приносит. Вот тоже. Это тоже Катина, да, работа? Здесь что-то. Да, это тоже Катя. Да, это Катя тоже рисовала своего мишку любимого. Здесь тоже вот. Я люблю тебя, мама, да? Это просто там, что ты лучшая мама. Это тоже Никитка дарил, и оно у нас осталось. Это Никита делал еще... Это он делал еще, когда ему там сколько было? Годика четыре. Поэтому он так нарисовал. Понимаешь? Да, вот тоже. Вот тоже, что Катя маму так любит, и сердечки. Здесь, кстати, тоже, когда вот мы думали, что... Где это? Что у нас будет сестричка у Кати. Где-то Катя здесь тоже нарисовала. Ага, вот. Вот. Да, Катя даже написала, что для мамы и сестрички. Вот тоже Катя написала. Я люблю помогать маме. И... А я люблю маму очень сильно. И вот... And this is for you. То есть, и это для тебя. Yes, and I love my Kati. Конечно, я сохраняю все эти чудные работы. Спасибо, Катеринка. Каждый день жду с невероятным воодушевлением увидеть твою новую работу. Да? А, смотри. Да, пришла нам помогать. Да. Yes, and you will learn. You will do it soon. Да? Что, давайте. Ты уже себя лучше чувствуешь? Да? Хорошо. Продолжаем тогда пока работу. Продолжаем.